Ну, соответственно, следующая у нас презентация – это уже роль молекулярной генетики в дальнейшем диагностике. И я уже сказал в уведении, что, в общем-то, наверное, самое важное, самое интересное событие клинической онкологии в прошлом десятилетии – это случайное открытие мутации в гении рецептора эпидермального фактора роста. Проводились испытания двух препаратов – Иреса и Торцева, исходили из того, что эти препараты являются ингибиторами рецептора ИГФР, который, в общем-то, активирован во всех опухолях легкого в той или иной мере количества повышенной экспрессии. Оказалось, что, вопреки ожиданиям, только 10% отвечают больных на лечение. Но ответ был настолько выражен, что, в общем-то, он заставил экспериментатора в некоторых случаях усомниться в диагнозе. А правильно ли диагноз? Так или иначе. Действительно, это был рак легкого. И тогда специалисты, которые проводили испытания, они взяли образцы тех больных, которые ответили на терапию, и обнаружили мутации. Мутации, о которых создатели препарата и вообще о которых до этого, до применения препаратов, ученые не знали. К счастью, оказалось, что основных типов мутации только два. Соответственно, выявлять легко. Это делеции нескольких аминокислот. Я наконец-то запомнил, что они случаются в 19-м экзоне, и я никак не мог запомнить эти номера экзонов. Экзоны – это кодирующие участки гена. И вторая разновидность мутаций – это замены в 858-м кодоне, это 21-й экзон. Это примерно 95% всех мутаций, которые бывают при раке легкого. Соответственно, здесь достаточно легкая молекулярная диагностика. И тогда, наверное, все-таки одно из самых главных достижений нашего института и тех людей, которые здесь сидят. Посмотрите, здесь я Светлана Анатольевна Проценко, Евгений Владимирович Лепченко. Это первое в Европе испытание ингибиторов рецептора эпидермального фактора роста прицельно у больных с мутацией. Это очень нелегкая работа. Александр Олегович показал слайд, что примерно 35-40% пациентов у них аденокарцинома легкого. Это на Западе, где курят облегченные сигареты. А мы пока еще продолжаем иметь дело с пациентами, которые курили беломор и приму. И поэтому у нас 70-80%… Сейчас падает потихоньку это количество, новое поколение курильщиков более современных. Но так или иначе 70-80% рака легкого у нас плоскоклеточный рак. А где мутацию можно найти? Действительно, в аденокарциномии. Если говорить более широко, в неплоскоклеточном раке. Если у вас достоверный, правильный, подтвержденный диагноз плоскоклеточный рак, не всегда такое можно получить. Это фактически исключает возможность обнаружения GFR-мутации. А вот неплоскоклеточные раки или раки у некурящих, там какая-то шанс обнаружения мутации есть. И вот посмотрите, мы все-таки стремились сузить исследование, чтобы брать только те категории пациентов, где есть вероятность найти мутацию. Надо было искать больных только с аденокарциномой. Чтобы найти 150 больных с аденокарциномой, надо проанализировать примерно 500 больных с раком легкого, которые раньше никогда не получали лечение. Представляете, какая нагрузка на хирургов? Это же от каждого нужно биопсию получить. А дальше из этих 150 аденокарцином только 25 в среднем будут иметь мутацию. Вот и получается, казалось бы, небольшое исследование, 25 человек, но 500 больных надо проанализировать, чтобы выделить этих больных. Но зато посмотрите, какой результат. Дорогостоящий препарат гифетиниб. Ни одна таблетка не пропала зря. Либо опухоль уменьшается в размерах достоверно, это называется объективный ответ. Либо это формально можно рассматривать как стабилизацию, но посмотрите, почти все столбики смотрят вниз. Либо небольшое уменьшение опухоли, либо даже если столбик смотрит вверх, все равно это формальная стабилизация, это прекращение роста опухоли. Есть другая особенность. Посмотрите, вот эти две разновидности мутаций. Дилеция в 19-м экзоне и замена в 858-м кадоне. Дилеция в 19-м экзоне – это примерно 2 трети мутаций. 65% по нашим данным. Только треть, только треть, 35% приходится на точковую замену. Посмотрите, очевидно, они же по-разному отвечают. Голубой столбик – это лучше, чем красный. Опухоли с дилецией нескольких нуклеотидов, нескольких аминокислот в 19-м экзоне более чувствительны к лечению, нежели больны со второй по частоте мутации в 858-м кадоне. На самом-то деле, это все было удовлетворительно 10 лет назад, когда начиналось подобное исследование. А сейчас приходится влезать в дебри. Вот, посмотрите, вот у нас дилеции в экзоне 19. Здесь бывают и другие немножко мутации вставки нуклеотидов. Вот у нас замена в 858-м кадоне, рядом находится другая мутация в единичных случаях, но она все-таки бывает. И, наконец, между 19-м и 21-м экзоном, ну, по логике, какое число? 20-й экзон, тут тоже бывают мутации, и они тоже имеют свое значение. Если эти мутации и эти мутации ассоциированы с чувствительностью к терапии, то мутации между ними, наоборот, с резистентностью. Это важно, потому что важно не только понимать, какая мутация, но какое ее значение. У кого искать мутации? Две категории больных. Либо неплоскоклеточный рак легкого, доказанный неплоскоклеточный рак. Если вы сомневаетесь в диагнозе, лучше отправить на анализ. Второе, то, что я называю невинные раки, некурящие. Вот если человек не курил, неважно, какой морфологический диагноз, стоит сделать тест. И вот, посмотрите, распределение. Это очень сложный, на самом деле, слайд для восприятия, но давайте мы на нем задержимся. У нас пациенты, во-первых, распределены по возрасту. Посмотрите, это наша работа, это кратные 10 интервалы, от очень молодых до очень старых. Во-вторых, у нас представлены две разновидности мутации разными цветами. Дилеция, посмотрите, это зеленый и фиолетовый цвет. И замена в 858-м кадоне. Красный и голубой. И плюс у нас, помимо всего прочего, есть курильщики и некурящие. Посмотрите, вот справа невинные раки, вот они. Посмотрите, какая большая разница в частоте мутаций, особенно у людей пожилых, когда накапливается история вопроса. Насколько чаще, насколько выше вероятность обнаружения мутации у некурящих людей. И второй аспект, тоже важный. Посмотрите, частота мутации в 858-м кадоне плавно нарастает с возрастом. И если у нас абсолютно правильное соотношение у относительно молодых больных, как я уже говорю, что мутация встречается чаще, чем замена в 858-м кадоне, то у пожилого контингента подобная частота сравнивается. С чем это связано? Вообще, чем старше пациент, тем больше точковых мутаций в его опухоли. Это уже фундаментальная биология. И, в частности, вероятность обнаружить мутацию в 858-м кадоне увеличивается с возрастом. Но, так или иначе, еще раз кого отправлять на исследование? Не плоскоклеточный рак, если вы ограничены в средствах. Да, конечно, аденокарцинома лидирует по частоте. Но в крупноклеточных, недифференцированных раках мутации иногда тоже бывают. И, второе, всегда все пациенты, которые не курили или курили мало, должны быть обследованы. Я говорю о том, что есть разные типы мутаций, которые предрасполагают к ответу на лечение. Но они потому и разные, что они приводят к разным изменениям конформации белка. Соответственно, вот эта разная роль мутаций, разная их позиция объясняет, почему одни мутации реагируют на лечение лучше, а другие хуже. Ну и, в частности, если мы говорим про ингибиторы, я еще раз хочу уточнить, что сегодня мероприятие спонсируется компанией Бюрингер-Ингельхайм, производителем афотениба, поэтому надо понимать, что это не просто беспристрастное изложение проблемы в целом, а в том числе есть акцент на новый препарат, новый ингибитор, рецептор эпидермального фактора роста афотениб. Так вот, если предшествующие ингибиторы, гефотениб, эрлотениб, эреса и торцева, их эффектно мутированной раке легкого был открыт случайно, сначала появились препараты, а потом появилось знание о мутациях, то афотениб, геотриф – это первый препарат, который был сознательно создан для лечения больных, у которых имеется мутация в гении GFR. Например, там есть определенные отличия, это так называемые ингибиторы нового поколения, есть определенные отличия от эрлотениба и гефотениба. В чем эти отличия? Первое. Если гефотениб и эрлотениб воздействуют только на рецепторы эпидермального фактора роста, то афотениб воздействует и на параллельные сигнальные каскады, на похожие рецепторы. Считается, что этим эффект немножко может усиливаться, быть более выраженным и более длительным. Вторая специфика – биохимическая. Любят говорить обычно фармацевтические компании, если до этого были обратимые ингибиторы рецепторы, то есть связывание с рецептами обратимое, то, по крайней мере, в теории необратимые ингибиторы, они могут оказываться более мощными. И любят говорить производители препаратов, в частности афотениб, что он является необратимым ингибитором мутированного рецептора эпидермального фактора роста. Транслируется это в клинические результаты? По крайней мере, отчасти да. Если вы лечите пациента гефитинибом ирессой, и возникло прогрессирование, шанс того, что при замене ирессы гефитиниба на другой препарат, торцеву, эрлотениб, этот шанс стремится к нулю. То же самое наоборот. Начали лечить эрлотенибом, потом гефитинибом, так никто не делает, это бессмысленно. А вот ауфотениба, за счет того, что это необратимый ингибитор, за счет того, что воздействие на параллельные сигнальные каскады, ожидается определенный эффект в большем числе случаев. И вот посмотрите клиническое испытание. Это те больные, которые раньше получали либо эрессу, либо торцеву, а сейчас получают геотрив. Но посмотрите, не то чтобы уж такие грандиозные эффекты, полных нет ни у кого, но все-таки у нас определенное количество пациентов демонстрирует объективный ответ по критериям рецист, и еще определенного количества пациентов опухоль уменьшается в размерах или перестает расти. Это не так плохо, согласитесь. Другой момент, и, пожалуй, это то, что является, в общем-то, ну, наверное, самым важным. При применении ингибиторов первого поколения, эрлотениб, гефетениб, в общем-то, не обращали врачи на то, какая мутация – дилеция или точковая замена 858. А вот здесь ситуация меняется. Посмотрите, это клинические испытания, в данном случае афотениба. Одни больные с мутациями получали сначала таргетную терапию, потом химиотерапию, другие наоборот – сначала химиотерапию, потом таргетную терапию. Что существенно? Посмотрите, именно у больных с дилецией, именно у больных с дилецией, более частая мутация, они все-таки выигрывают в продолжительности жизни, достоверно выигрывают, если сначала назначают специфическую терапию, и потом неспецифическую. В случае с больными с второй по частоте мутации 858, такой разницы, в общем-то, нет. И посмотрите, вот это обобщение результатов. Здесь все ингибиторы есть, и афотениб, и гефетениб, и эрлотениб. И я тут и про нашу картинку напоминаю, где я показывал, что больные с дилецией в 19-м экзоне явно более чувствительны к терапии. Это заметно прямо на уровне зрительной оценки водопада. Посмотрите, действительно, именно пациенты, у которых дилеция в 19-м экзоне, они действительно выигрывают в продолжительности жизни, если у них лечение начинается специфического лечения. Если мы возьмем другие мутации, то там, в общем, неважно, какая последовательность препаратов, результат будет примерно одинаковый. Более того, честно говоря, вот эти картинки я скорее бы интерпретировал, что есть тенденция к тому, что лучше бы начинать с атостатической терапии. Еще одна особенность. Когда в 2005 году нам удалось наладить тестирование двух самых частых мутаций, дилеция в 19-м экзоне и замена в 858-м годоне, говорю я, удалось это немножко не так, потому что это очень простой тест на повторяющиеся мутации. Но сейчас приходит понимание того, что, по-видимому, это мало. Примерно 5% больных имеют так называемые редкие мутации. И они тоже отвечают иногда при правильной мутации на лечение. Посмотрите, эти не дилеции, а инсерции в рецепторе. Это примерно 1% от всех мутаций. Ну, не так мало, согласитесь. И вот здесь доктор Ложкина сидит, которая участвовала в этом исследовании. Посмотрите, мы ухитрились при такой маленькой частоте трех больных набрать с инсерциями. И это первое проспективное доказательство, что больные инсерции, у них тоже есть эффект от назначения ингибиторов ИГФР. И опять же, если брать афотиниб, который появился позже, когда уже молекулярное тестирование стало более развитым, развитым, ну, одно из испытаний специально нацеливалось на больных с редкими мутациями. Здесь нет дилеции в 19-м экзоне, здесь нет замен в 21-м экзоне, здесь только редкие мутации. Что существенно? У большинства больных с редкими мутациями есть ответ на лечение. И еще, что важно, посмотрите, голубым выделена мутация Т790М. Это мутация, связанная с резистентностью к эрессии торцевия. Афотиниб позиционируется как препарат, который, по крайней мере, в лабораторных экспериментах демонстрирует активность по отношению к этой резистентной мутации Т790М, той, которая в половине случаев появляется в процессе лечения у подобных больных. Ну, посмотрите, здесь активность достаточно умеренная, но все-таки довольно много пациентов, у которых голубой столбик, то есть мутация Т790М, а так или иначе опухоль уменьшается в размерах. На самом деле молекулярная диагностика рака легкого, и в частности молекулярная диагностика аденокарцином, она вовсе не сводится к анализу ИГФР-мутации. Есть другие события, которые тоже нуждаются в оценке. Если ИГФР-тест довольно простой, то детекция другой мишени транслокации в гене ИЛК – это более сложное занятие. Но и там уже сейчас есть минимум три ингибитора киназа ИЛК, которые, посмотрите, дают такой же эффект, как ингибиторы киназа ИГФР при ИГФР-мутациях. Проблема заключается в том, что транслокацию ИЛК намного сложнее выявлять. Нужен либо ФИШ, либо РНК-анализ. Соответственно, то, что с гистологией работать, все-таки научились за последние лет 15. Хотя я еще застал в 90-х годах, когда мы направляли в журнале работы, сделанные на архивном материале, рецензенты говорили, что мы не верим. Нуклеиновые кислоты плохо сохраняются в архивных образцах. Сейчас это уже выглядит как предрассудок, как история о науке. Но так или иначе, если мы говорим гистологию, все понятно. Вот у нас блок, про который говорил Александр Олегович. Вот у нас стекло. Взяли обогащенный кусочек опухоли ткани, выделили ДНК, все понятно. Но Евгений Владимирович абсолютно справедливо заостряет вопрос. Даже в его руках только 95% пациентов среди тех, которые пришли своими ногами, можно получить гистологический материал. А у остальных единственное, что додоступно, это цитология. И далее возникает вопрос. В цитологии, ну слава богу, если вот как здесь вам удалось найти островок клеток, который обогащен. Действительно, этих клеток должно быть не менее 50. А если они разбросаны, можно ли делать диагностику? Можно. Но для этого необходима специальная разработка методов. Ну и у нас, я считаю, опять же, одна из самых интересных работ, которая сделана за последние лет пять. Мы ухитрились собрать парные образцы. Те больные, у которых есть и цитология, и гистология. Я думаю, Евгений Владимирович подтвердит, что редко это бывает в клинической практике. Либо то, либо другое. А это, по-видимому, те ситуации, где диагноз ставили минимально инвазивно цитологии. А уж когда после обследования выясняется, что опухоль операбельна, ее оперируют. И посмотрите, это те образцы, которые натурально хранились. Ну, в частности, стекла цитологические. Они хранятся без каких-то предосторожностей. Оказывается, оказывается, не только гистологический, но и цитологический материал, даже архивный, доступен для исследования. То, что очевидно Александру Олеговичу, оказалось не столь очевидным очень многим. В частности, редакции журнала, которые принимали эту работу. Потому что, на самом деле, мы-то привыкли, что мы цитологию можем смотреть. Мы говорим, да-да, конечно, для нас это уже как бы скороговоркой. А на самом-то деле, ну, сейчас действительно, я согласен, если брать год 2015, уже как-то перестали обсуждать, что цитология, как правило, пригодна для анализа. Но все-таки на это понадобились усилия определенные, чтобы это продемонстрировали, в том числе и наши усилия. Что удивительно, достоверность этих анализов, несмотря на то, что мы работаем с единичными клетками, несколько десятков, до двухсот, оказывается достаточно высокой. Еще раз говорю, что для того, чтобы заниматься диагностикой в плохом материале, нужны специальные методы. Ну, в частности, опять же, у нас в достижении этого года нам удалось разработать метод универсальный для диагностики транслокации в гене АЛК. Это уже лабораторные детали. Но что существенно, что полимеразная цепная реакция намного дешевле и намного доступнее, чем ФИШ. Себестоимость отличается, ну, наверное, раз в 20-30. То есть это, в общем-то, колоссальная разница. И посмотрите, это наша новая работа. Мы новые АЛК-транслокации обнаружили, новые разновидности. Уже само слово «новый», согласитесь, говорит о чем-то. Да плюс еще и разработали метод, который позволяет эти транслокации выявлять. Сигнальные каскады при раке легкого не сводятся ни к мутациям МГФР, ни к транслокациям АЛК, есть и другие мутации. В частности, передача сигнала осуществляется через целый каскад белков, и примерно 2-3% опухоли легкого – это мутации в гене РАФ. В отношении мутирован БИРАФ разработаны ингибиторы. Это вемурафинип, зельбараф и доброфинип, тавенфлар – два очень похожих препарата. И посмотрите, как все-таки здорово умеют работать в Европе. Это общее европейское исследование. Но представляете, как тяжело собирать больных, у которых 2% и только аденокарцином. Так или иначе, набрали опыт изучения аденокарцином, у которых есть мутация в гене БИРАФ. И посмотрите, это опыт применения разных ингибиторов БИРАФ при разных мутациях. Дело в том, что БИРАФ – это не только зельбараф и муференип. Формальный сутент обладает БИРАФ активностью. Так или иначе, эти данные более или менее показывают, что если у вас есть препараты, и есть пациент с мутацией в БИРАФ, можно попробовать полечить. Примерно 2% больных раком легкого имеют активацию гена, которая характерна для рака молочной железы – ХЕР2, ХЕРЦептин. Мы продемонстрировали это в своих работах. И опять же, мы пытаемся таких больных в плане клинического исследования лечить проспективно. У нас администрация института позволила зарезервировать для таких больных герцептин, для того, чтобы пытаться их отобрать. И есть довольно, так сказать, приличный шанс, что именно лечение герцептина для подобных больных окажется эффективным. Поэтому те, кто работают с клиническими больными с раком легкого, имейте в виду, мы подбираем таких больных на лечение. Это все, разумеется, абсолютно бесплатно. Но наша задача – набрать пациентов хотя бы человек 10, чтобы было вообще понимание, пригодное ли это направление лечения, исследования для подобных больных или нет. Спасибо за внимание. И на заключительном слайде я его проговаривать не буду. Все-таки основные выводы сегодняшнего доклада. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ